Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать тест-драйв новинок в моей коллекции косметики. У меня появилась вот такая вот новая тональная основа. Это Max Factor Miracle Match Foundation и конкретно это линейка Blur & Nourish. Я также довольно долго пользовалась вот такой вот тональной основой. Это Face Finity Foundation и вот это конкретно очень хорошо работает для комбинированной кожи. Поэтому я не особо ей в последнее время пользуюсь. Для меня она слишком матирующая и слишком такая, скажем так, плотная. Потому что она реально работает как три в одном и как тональная основа и как консилер и как праймер. Но для меня она плотноватая, мне не хватает естественного такого жира в коже для того, чтобы она на мне выглядела хорошо. Поэтому меня очень сейчас интересует именно конкретно вот эта линейка. Потому что она больше рассчитана на нормальную и склонную к сухости кожу. Так как написано, что она должна увлажнять, питать, подстраиваться под тон кожи. У меня здесь два оттенка. Первый это 45 Warm Almond. Это довольно светлый оттенок. Зачастую он мне светловат, но сейчас весна ранняя. И ранней весной моя кожа самая бледная, просто в самом бледном состоянии. Поэтому, в общем-то, я думаю, этот оттенок мне подойдет. И также у меня есть еще один оттенок 75 Golden. И я пока не знаю, я не тестировала эту тональную основу. Она буквально у меня еще запечатана. Но я себе так думаю, что если вдруг этот не подойдет, я могу добавить вот этого, сделать ее немножко темнее. Но что мне больше хочется сделать, это более темным оттенком сделать себе контурирование. Я давно хотела попробовать этот метод. Именно вот сейчас вот у меня два этих средства, я думаю, отлично сработают. То есть по периметру лица я буду наносить более темную тональную основу. А на центр лица, ну и в принципе на все лицо, я буду наносить вот эту тональную основу в более светлом оттенке. И также мы с вами сюда добавим еще новый консилер. Это консилер от Bourjois. Линейка Radiance Reveal. У меня второй номер. В общем-то, на это у меня вообще огромные надежды. Потому что зачастую Bourjois мне очень нравится. В целом, марка Bourjois из масс-маркета, это, наверное, один из моих самых больших фаворитов. То есть я думаю, что вот это точно меня не разочарует. А насчет вот этих тональных основ посмотрим. Давайте приступать. Так, в первую очередь я буду открывать 45 номер. Сняли защитную пленку. На лице у меня сейчас абсолютно ничего нет. И я буду наносить тональную основу с помощью спонжа влажного, как я это, в принципе, обычно и делаю. И я, наверное, буду все-таки стараться довольно маленьким слоем наносить. О, да, я уже вижу, что она более как бы увлажняющая. И тоже заявлено, что у нее среднее покрытие. Ну, посмотрим. Я, как и сказала, буду стараться наслаивать ее. Сначала наносить очень тонким слоем, потом чуть-чуть побольше. Потому что я знаю, что вот ту вот фейсфинити, которую я вам показывала, ее, если сразу нанести жирным слоем, то она может очень сильно как маска на лице потом выглядеть. То есть ее тоже желательно очень так вот по чуть-чуть наслаивать. Можно уже немножко усилить покрытие. Я возьму еще одну помпу. На лоб нанесу, на щеки тоже мне еще явно не хватает здесь покрытия. Очень красиво ложится тональная основа его трена. Ее пока, по крайней мере, ее не видно. Очень неплохо ложится. И мне кажется, что действительно для моего типа кожи это, конечно, намного получше вариант, чем фейсфинити. Пока что я, в принципе, могу согласиться абсолютно со всем, что было заявлено производителем. Реально это среднее покрытие. Очень нормально так легла. Сразу чувствуется, вот только буквально проводишь вот так вот даже тональная основа этой по лицу и сразу ощущается, что это какая-то увлажняющая серия. То есть более вот такой вот не силиконистый, не силиконистое такое ощущение, а более такое как маслянистое ощущение. Поэтому, если я еще не сказала в этом видео, у меня нормальная кожа, немножко склонная к сухости сейчас. И поэтому для себя я выбираю все вот такие вот увлажняющие тональные основы, питательные тональные основы. И, в принципе, с нанесением тональной основы я закончила. И что касается оттенка, то, по-моему, здесь опять-таки стопроцентное попадание. Как я и сказала, я сейчас очень светлая, поэтому этот 45-й оттенок для меня подошел идеально. Давайте сейчас попробуем консилер. Он у меня тоже запечатан, я еще ни разу им не пользовалась. Так, открыли. Здесь вот такой вот аппликатор довольно стандартный, как у блесков для губ. И нанесу его от глаза. Мне кажется, консилер здесь вот как раз-таки даже темнее, чем тональная основа. Сейчас посмотрим, как он ляжет. Опять-таки, при нанесении чувствуется вот эта немножко маслянистая такая текстура, то есть то, что нужно для увлажнения лица больше. Пока довольно приятно. Не супер какое-то глобально большое покрытие. Ну, конкретно для моих проблем, по-моему, нормально справляется. У кого очень сильные синяки под глазами, вам, возможно, не подойдет. Да и в целом, если большие темные круги под глазами, то есть очень ярко выражены, то здесь скорее лучше уже использовать корректор, а не консилер. Вроде очень даже неплохо. Теперь давайте сделаем то, что я вам и говорила. Я возьму тональную основу в 75 номере. Она в тюбике не выглядит супер темной, поэтому у меня есть подозрение, что она все-таки сработает именно для периметра лица. Опять-таки открываем. Ну, да, она не супер темная. Вот, я ее здесь на руку нанесла. То есть это оттенок смугленьких девушек. Я вижу, она такая, как немножко с оливковым даже подтоном. В общем-то, да, это оттенок для смуглянок. Конечно, здесь лучше еще более темный оттенок брать для этих целей. Ну, мы хотя бы так протестируем. Вот, я надеюсь, что вам сейчас видно будет то, что я буду делать. Вообще, этому трюку уже миллионы лет. Очень многие визажисты тоже любят этот трюк, потому что тональными основами вот такое вот легкое контурирование делать очень удобно, потому что формула, грубо говоря, одна и та же, текстура одна и та же, и можно вообще очень так незаметно растушевать. По сути, это, конечно, очень удобно, потому что вы берете один оттенок именно в вашем тоне, а второй оттенок в точно такой же текстуре, но какой-то холодный-темный. Темные и холодные оттенки у нас, в принципе, достать достаточно сложно, потому что в основном магазины не завозят темные оттенки, потому что у нас они непопулярны. Но вот этот 75-й, вот я не знаю, вот я на эту сторону лица ничего не наносила, на эту наносила. И вот если посмотреть на себя в зеркало, сдалека, я вижу, что вот эта сторона лица такая немножко как будто более живая, то есть нет какого-то супер там рельефа, но этот тон сработал вот как такой легкий бронзер. Вот это то, что я вижу в зеркале. Мне очень нравится эффект. Сейчас я нанесу то же самое на другую сторону, и мы с вами уже подведем какие-то первые итоги. Ну что же, с макияжем лица я, в принципе, закончила. Единственное, что я сделала еще, это чуть-чуть больше нанесла консилера под глаза и закрепила его тоже вот такой вот компактной пудрой от Rimmel, которая называется Lasting Finish. Вот такая вот пудра. Сделала я это потому, что мне показалось, что консилер этот может куда-то убежать, если его не закрепить, потому что когда я сижу вот под этим светом ярким, то он выбеливает какие-то недостатки под глазами. Но вот когда я подошла к обычному своему зеркалу, я увидела, что покрытие этого консилера, к сожалению, недостаточно большое для того, чтобы даже мои, в принципе, проблемы скрыть. Поэтому с консилером я как-то так. Сейчас вот я нанесла немножко более прицельно, да, именно вот конкретно в эту зону, там, где больше всего синевы, и закрепила этой пудрой. Эффект мне нравится. То есть очень такой увлажняющий эффект, очень приятный. Что касается тональной основы, то она меня вообще очень сильно удивила, именно в положительную сторону, потому что, как я уже сказала, я довольно долго уже знакома с тональной основой Max Factor Face Finity, и для меня она мне вообще не нравится, потому что она реально очень круто работает на комбинированной, склонной к жирности кожи, и я именно для этого ее и держу у себя в коллекции, потому что, когда мне нужно делать какое-то очень плотное покрытие на девушках с жирной кожей, комбинированной, вот эта тональная основа очень круто работает на них, на мне она очень сильно меня сушит и стягивает. А вот эта действительно формула абсолютно другая, более такая она жидкая, более такая немножко как маслянистая, приятно распределяется по лицу, очень классно сейчас ощущается, посмотрим, как будет дальше, и чем это все дело закончится. Поэтому давайте, в общем-то, посмотрим, что будет дальше, и мы с вами чуть позже увидимся. Хочу вам тоже показать этот макияж быстренько в обычном дневном свете, я буквально недавно закончила снимать, то есть он еще достаточно свежий, и, как, наверное, видно, или я не знаю, не видно, может быть, но, короче говоря, этот макияж, вернее, эта тональная основа, выглядит достаточно натурально, не сияющий, не матовый, не какой-то излишний в ту сторону или в ту сторону, вот сугубо такой вот натуральный финиш, как обычная кожа. Посмотрим, что будет дальше. Прошло еще несколько часов, мы сейчас вот вышли кое с кем на кровелочку по нашим делам, тональная основа у меня уже конкретно уселась на лице, выглядит, я бы сказала, что очень натурально, кожа сейчас немножко больше уже жирнится начала, и в некоторых местах такой появился более влажный, сияющий финиш, но я это всегда только приветствую, мне это даже нравится, когда кожа не совсем такая прям матовая и пластмассовая, а именно такая более живая, естественная, вот, поэтому дальше я, наверное, сделаю последнее включение уже по поводу этой тональной основы, потому что у нас на вечер запланирована культурная программа, ну и там, я думаю, уже закончу обзор этой тональной основы, но пока что пять с плюсом. Я хочу сделать последний апдейт метод, она у нас дома, она мне очень нравится для нормальной плотности, плотной сухости, держится отлично, вообще лица, я не раз не поправляла на макияж, лично я буду только ровняла и все, поэтому ставлю я твердую пятерку на те случаи, когда нужно плотное покрытие, и чтобы держалась вот прям железобетон на целый день, отличный вариант. На этом буду заканчивать это видео, надеюсь, оно вам понравилось, обязательно ставьте лайки, если так и было, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами увидимся в следующих видео. Пока! Провести как бы стрелочку по направлению к концу брови, как-то так, и потом выравниваем ее, и я бы здесь сильно широкую бы стрелку не делала, вот как-то вот так вот бы ее увела, и это настолько сразу вот как бы поднимает ее глаз. В плане готовки здесь вообще все элементарно просто, достаточно просто смещать все эти ингредиенты по очереди. Сначала берем яйца, развиваем их на...